Всем привет! Меня зовут Артём и это Ежа-обзор игры с ЦСКА. Очень эмоциональный, не очень насыщенный футболом со стороны Локомотива, но вполне достойно завершившийся. Игра с ЦСКА закрывала сложную половину матчей весенней части. В ней были выезда в Ростов, Оренбург и Грозный, традиционно очень сложные для соперников домашних команд. В нём были домашки с Краснодаром и Зенитом. Ну, был, конечно, матч с Пари-НН в качестве небольшой отдушины, но и там всё было совсем непросто. Не хочу сказать, что дальше у нас дорога, вымощенная жёлтым кирпичом, но всё-таки сложную часть мы прошли очень достойно. Пять побед, ничья и поражение. Никто лучше нас этот отрезок не прошёл, и это настраивает на очень оптимистичный лад в контексте следующего сезона. Пока ни вы, ни я не забыли, давайте я сразу напомню, чтобы вы поставили лайк видосу и подписались на канал, если этого ещё не сделали. Это очень сильно помогает распространению видео. А ещё, если и комментарии оставите, то мы, наверное, вообще в тренды Ютуба залетим. Вот насколько это полезно. Если вы смотрели предыдущий обзор, то, наверное, должны помнить мой бомбёж относительно отсутствия замен в игре с Оренбургом вплоть до 81-й минуты. И четвёртой жёлтой карточки, полученной Артёмом Карпукасом на 87-й, кажется. Когда его и на поле-то уже быть не должно было. Увы, это чеховское ружьё очень сильно стрельнуло, и весь матч с ССК мы наблюдали последствия игры с Оренбургом. Хотя на неделе вроде было всё очень даже радушно. ССК играл с Уралом довольно выматывающий и тягомотный матч на кубок. Мы же планомерно готовились. И в четверг на видео с тренировки засветились и Пеняев, и Жемлединов, и Кончи с Кузьмичёвым. Последняя правда только в тренажёрном зале, но это уже хоть что-то. Про фасоны с Асидором я уже даже и не говорю. Они уже вторую неделю в полную силу играют в квадратах. И получалось, что в кои-то веке в Локомотиве вроде как все здоровы, Лазарет пуст. Ну, разве что Гильерме опять куда-то пропал, но это, видимо, уже предвестник завершающейся карьеры. Конечно, были определённые сомнения, потому что, например, Пеняев не участвовал в пробитии по воротам, а Кончи вообще появился только в видео, в котором он чеканил мяч вместе с Фасоном. Но казалось, что выбор игроков у Галактионов будет как никогда велик. Вот только главную проблему, как заменить Карпукас, это вообще никак не решало. Мардешвили скорее бокс-ту-бокс, а не выгрызалищик мячей. Щетинину всего 17 лет, и хотя он выиграл генетическую лотерею, и отлично для этого возраста физически сложен, сразу пускать его в бой под ЦСКА чревато. Ну, а Куликов есть Куликов. Ты можешь его выпустить, а потом искать на поле весь матч. Но самая большая проблема заключается даже не в этом. Ну, были бы Химки, и бог бы с ними, и Куликов бы справился, ничего бы не испортил. Но против нас было ЦСКА. Никто во всей лиге не играет лучше в зоне подборов, чем они. Большое количество голов они забивали именно потому, что подхватывали мяч где-то перед штрафной, и уже вторым темпом, третьим темпом забивали. Например, если вспомнить наш матч первого круга, то мы раз его вынесли, он оказался у ЦСКА. Два заблокировали удар, снова оказался у ЦСКА. Там уж они навесили, и Медина забил буквально там с пару метров. И это именно та зона, в которой мы лишились нашего главного футболиста Артема Корпукаса, который собирает какое-то немыслимое количество отборов и перехватов. Приятно, что из трех более-менее равнозначных вариантов Галактенов выбрал довериться молодому. На мой взгляд, это отличный подход. Да, играют сильнейшие, но если сильнейших нет, то в составе хочется видеть своих 17-летних. А вот в обороне снова ждал не очень приятный сюрприз. Не в том плане, что я не доверяю Погостову и плохо как-то к нему отношусь. Он уже доказал, что в целом приобретение Конти не было вынужденным. Но, как и в матче с Оренбургом, в запасе не оказалось ни одного центрального защитника. В случае с чего и некому было бы подменять Макеева или Погостного. Ни Конти, ни Фасона в заявке не оказалось. Не было там и Иванькова, например. Так что, судя по всему, их возвращение откладывается еще на неделю, а на оборону легла дополнительная ответственность. Им нужно было не только безошибочно отыграть в обороне, но и не допустить получения какой-нибудь там ненужной карточки или травмы. Да, потому что заменить их просто уже некем. Полностью состав выглядел довольно предсказуемо. В воротах Лантратов, слева Нинахов, справа Текнизян, по центру Макеев с Погостновым, в опорке Щетинин с Бариновым, и над ними наше лучшее сочетание в атаке по прошлым матчам. Пеняев и Комано по флангам, причем они постоянно менялись. Глушенков под нападающим, а нападающим был, конечно, Артем Дзюба. Начал этот состав очень бойко. Пеняев мог открывать счет уже на третьей минуте, но опять не хватило эффективности после эффектного рывка и обыгрыша. Смотрелось просто изумительно. Очень нужны голы Пеняева именно вот в таких сложных матчах. Но пока только гол с Ахматом, а на 16-й минуте Пеняев и вовсе сел на газон и попросил замену. Похоже, травма, которая его мучила перед игрой с Оренбургом, вновь дала о себе знать. И это, как затем сказал Галактионов на послематчевой пресс-конференции, серьезно спутало карты. Например, четко было заметно, что Пеняев и Комано постоянно менялись флангами, причем таким образом, чтобы Комано оказывался на одном фланге с Обляковым. В отличие от Пеняева, Комано от оборонительной работы освобожден не был, и потому постоянно Обляков умешался. Это точно совершенно было тренерским заданием и выглядело очень разумно, ведь Обляков это сильнейший футболист ЦСКА прямо сейчас. После травм Пеняева смена флангов у Комано стала невозможной, и Обляков почувствовал свободу на правом фланге атаки ЦСКА и, соответственно, стал главным действующим лицом в их команде. Галактионов решил воспользоваться наработками матча с Оренбургом и вместо Пеняева выпустил Марио Митая, очень хорошо проявившего себя в последних матчах. Вот только выпустил он Митая не в атаку, а в оборону, как во втором тайме матча с Оренбургом. И, на мой личный взгляд, это была ошибка. В такой игре замены в оборонительной линии, особенно в начале игры, должны быть только вынужденными. В ином же случае внесение изменений практически гарантированно вносит неразбериху, а выходящему на замену игроку максимально тяжело вкатиться в эту самую игру. Ктикнезян очень здорово начал матч на позиции левого защитника, и в отличие от игры с Оренбургом, рокировка с Митаем была абсолютно не нужна. Он справлялся, причем справлялся очень хорошо. А Марио, например, мог бы вкатиться в ритм матча на менее критичной для обороны позиции левого полузащитника. Не говоря уж о том, что вообще говоря, на скамейке запасных сидят Антон Миранчук, Рефаджи, Малединов, которые, конечно, не очень блещут этой весной своей эффективностью, но благодаря опыту ниже определенные планки не упадут. А это ведь дерби. Здесь психология выходит на первый план. Вот и получилось, что буквально через минуту после выхода Митая возникла неразбериха в штрафной, разумеется, с подбора обликового мяча где-то на линии штрафной, выдергиванием Митая на левый не свой фланг, неудачной подстраховкой Щетинина, который не смог навязать борьбу Заболотного, и Заболотный из-под Щетинина забил в дальний уголок. Не сильно, но точно хватило, чтобы ЦСКА повел в счете. А затем обликов начал убегать от Митая по своему правому флангу под разрезающей передачей с центра поля за спинозащитником. Нет, Марио, конечно, сыграл плохо, хотя мне не кажется, что первая желтая карточка была такая уж обязательная. Обликов вряд ли вообще этот мяч догонял, а Фолл Митая был едва уловимым. Это не оттягивание футболки на 3 метра. Но посмотрите, как легко делались эти самые передачи. Какие пространства между игроками Локомотива, какие зоны для вбегания были у футболистов ЦСКА. Особенно, конечно, во втором моменте, где Фолл Митая и стрыв потенциального выхода 1 на 1 был уже совершенно очевиден. Где опорники? Где центральные защитники? Что это за структура вообще такая получилась? Так и Галактенов точно играть не учил. Если бы Митая не срывал атаку, то был бы забег на перегонки Обликова и Погосного. Я не уверен, что я хочу на это смотреть. Лично меня не покидает ощущение, что игра в меньшинстве пошла Локомотиву на пользу. Начиная с ухода Пеняевой до удаления Марио, Локомотив ничего не мог особо противопоставить ЦСКА. А вот на свои ворота быстрые атаки получал регулярно. После удаления же мы остепенились, и ЦСКА хоть стало легче доходить до нашей штрафной, зато в этой штрафной была постоянно какая-то плотность, и эффективность атак ЦСКА снизилась. Не управдание Митая ни в коем случае, но как подтверждение поговорки. Все хорошо, что хорошо кончается. Кто знает, смогли ли бы мы отыграться, если бы Митай тогда не сорвал эту атаку, а Обликов, допустим, вышел бы один на один. Не знаю. Кстати, хочу обратить внимание на очень правильные слова Галактенова, сказанные в этой ситуации. Что касается Митая, я думаю, что игровые карточки, которые где-то неправильно выбрать позиции. Опять же, динамичная игра, довольно-таки интенсивная, очень непросто входить по ходу игры. Опять же, проговорим, самое главное, что это не дисциплинарный момент, а игровые. Это рабочий процесс. Карточки были получены в игровых ситуациях. И в эту игру входить было действительно очень тяжело. Помните карточки Макеева, которые он получил в матче с Ахматом? В центре поля, за неудачную игру локтями, и там пальцем вткнул в глаз Бериша. Тут все-таки немного другая картина. И Галактенов Митая поддержал. Согласитесь, есть контраст с выступлением недавним Евсеева, который приложил своего игрока по полной. Итог краткий. Из-за одного разгильдяяя мы проиграли, поэтому этого разгильдяяя в команде завтрашнего дня нет. К слову, уже минутик 30, еще до удаления Митая, стало видно, как язык на бок повесил Михаил Щетинин. Если Карпука с усталым видом все равно добегал до эпизодов и все равно перехватывал, отбирал мячи, то Миша к концу тайма окончательно из игры выпал и просто бегал за футболистами ЦСКА, особенно никак не мешая им играть в футбол. В перерыве Галактенов заменил его на Мордишвили, видимо, с целью получить игрока, который закроет и позицию в опорной зоне, и позицию в атаке. Глушенков ушел вправо и в полуфланг, Каману остался на левом, и таким образом должно было нивелироваться отсутствие одного игрока на поле. Конечно, если бы Мордишвили был в нормальной, хорошей физической форме, то это действительно могло сработать. К сожалению, физической формы Мордишвили так и не оказалось, поэтому назад он возвращался крайне неохотно, а одного бариного новатагу атакующих игроков ЦСКА не хватало. Помощь пришла откуда не ждали от тренера ЦСКА Владимира Федотова. Возможно, испугавшись того, что Карасев уравняет составы, он начал убирать с поля игроков, уже имеющих желтые карточки, и выпускать вместо них молодых пацанов. Других на скамейке ЦСКА просто нет. С одной стороны, это помогало ЦСКА поддерживать интенсивность, с другой, эффективность игры ЦСКА начала сильно-сильно падать. Уже не так опасны были фланговые атаки в исполнении Глебова Анигаевича. Не особо опасного Федора Чалова заменил совсем исчезнувший с поля Ермаков. Ну а вишенкой на торте стала замена Заболотного, который забил гол и вполне неплохо цеплялся мячи, на Мухина. После этой замены ощущение, что Локомотив играет в меньшинстве, уже не возникало. Мы, наконец, навязали контр-игру ЦСКА. Свой момент был даже у Егора Погосного, здорово поддержавшего атаку, но не подобравшего ногу на дальней штанге после отличного кросса Глушенкова. Правда, судя по всему, после этого маневра у Егора закончились последние силы, потому что затем рывки в обороны ему уже не давались. И где-то на 80-й минуте у него начало сводить ноги. А замены уже были исчерпаны. Правда, какая разница? Защитников Танцкомейки все равно не было. Но об этом я уже сказал. Кстати, снова нужно отдать должное Галактиону. Но, в отличие от ЦСКА, мы заменами игру усилили. И, конечно, стоит отметить выход Исидора после долгого отсутствия. Потому что давно не видели этого парня на поле и очень соскучились. И потому что наш тренер не испугался в таком матче снять Дзюбу и выпустить игрока с принципиально иными футбольными качествами. Ранее я нередко критиковал Галактионов за то, что Дзюба оставался до последних минут, даже когда этого было абсолютно не нужно. И когда он скорее команде вредил. В игре с Оренбургом Дзюба старался помогать партнерам. А вот ЦСКА почему-то решил завершать атаки самостоятельно. И поворотом Акинфеева так ни разу и не попал. Хотя возможности у него были и довольно неплохие. Но еще лучше у него в этих же самых ситуациях были возможности, чтобы отдать мяч партнеру. Исидор начал играть на резких рывках. И для защитников ЦСКА справляться вот с таким образом ведения борьбы было гораздо сложнее, чем с тягучей силовой манерой Артема. И вот уже мы начали собирать подборы у чужой штрафной. И Мородишвили наконец-то под конец матча пробил в створ ворот Акинфеева. Дальше вы наверняка знаете. Миранчук навешивает, Баринов скидывает на дальнюю штангу. И там, на наше счастье, Макеев не дотягивается до мяча. А вот Исидор вколачивает его между ног Акинфееву. Ровно такой же гол со скидкой на дальнюю штангу мы забивали во втором матче межсезонья против команды Родина. Только тогда в роли Исидора выступил Франсуа Камано. Но остальные факторы подачи Миранчука, скидка на дальнюю штангу Баринова были абсолютно идентичными. 1-1 не то чтобы какой-то справедливый счет. Мы проиграли и по XG, и чисто визуально ЦСКА нас переигрывал. Но в футболе все решает счет на табло. И мы в этом сезоне, как никто другой, в этом убеждались. Можно сколько угодно быть лучше соперников. Например, Парея Нен или Ростов. Но запомнят все потери очков и поражения. Будем считать, что нам немного воздалось за невезение в первой половине чемпионата и за старания в этом конкретном матче. Ноги сводят, а ты все равно бежишь. Вера в себя, полученная в матче с Ахматом, а затем закрепленная в игре с Краснодаром, творит чудеса. Как бы ни было тяжело, а шанс у тебя все равно будет. В матче ЦСКА нам удалось им воспользоваться и получить заветное очко. Оно совершенно не важно с точки зрения турнирной борьбы. Мы ни за что уже не боремся. Сезона вылета далеко, а больше в чемпионате особо ничего и не разыгрывается. Но эта ничья очень важна в психологическом плане. И понимание команды того, что в целом ничего невозможного в футболе вообще нет. Так что поздравляю всех с ничьей. Сложная половина весеннего отрезка пройдена. Но едва ли не более тяжелая задача будет не потерять концентрацию и собрать свои очки в более простых матчах. Да еще и на глазах у своей публики. У нас пока с домашними матчами не очень складывается. Время подправить статистику. На этом все. С вами был Тим. До встречи на следующей неделе.